что следующим номером нашей программы посещение бочины деда мороза вот мы и приехали на бочину деда мороза бочина деда мороза работает до 9 часов вечера мы приехали время у нас сейчас 16 20 то есть еще время много и сказали что лучше всего приходить сюда темное время суток то что самая красота когда темно и цены вот такие вот пакет это вход тропа сказок и в и экскурсии по дому деда мороза это вот 1550 для учащихся 1300 мы купили билеты такие вот такие билеты и сейчас мы ждем наше время вот здесь на тропе сказок нам сказали минут через пять нас заберут и поведут уже по тропе деда мороза богу богу никто вас как не ходит еще одна фишка все обязательно маску продевает как пройти на территорию а потом все снимают пришли деду морозу сказать спасибо за подарки хорошо нам необходимо сдать правила давайте послушаем если вы пришли к нам в гости соблюдать вас очень просим пару правил небольших всем понятных и простых просим сказки не царить не ругаться не курить ветки просьба не ломать и костры не разжигать и так рассказывайте вы мне подарки привезли от 1 до 5 4 выходи в серединку на тропе сказок гостей встречают сказочные персонажи персонажи сказочные но шутки у них не совсем детские так что даже взрослым будет весело они ведут гостей от одного сказочного объекта к другому попутно загадывая загадки втягивая детишек в различные игры и лабиринты мы его съедим кто такой-то земель и имели умница с первого раза как угадала где поаплодируем ей без нее вы дальше не прошли отлично молодцы не помню такую ну ладно пойдемте ну что так шишки все взяли точно молодцы две корзинки видим и так по моей команде на 1 2 3 кидаем ваши шишки которые в руках в эти корзинки вот но смотрите я вас буду немножко обманывать вместо 3 например говорит шишки и мы не должны кидать все понятно а кто такой домовой кто знает когда вы нашли что же беленькое увидели правильно волк только аркаша приятно познакомиться пойдете потихонечку мне нужна ваша помощь никак не могу достал я разбойника дозвониться трубку не берет на смски не отвечает вы можете до него добраться раз у нас ватик там ходит тоже проходите на полянку пока кто прошел ах какой хитрый мальчик очень хитрый мальчик о шапка ушанка у тебя на голове у меня такая же была раньше с носками постирал он волчара я ему хвост за это отрезал он ничего не говорил то что дозвониться не может говори а ты у лисы что ли стерил или у кота нет у нее у нее у кого у нее у кота или у лисы в смысле ты что мою лису тронул получишь или ты у другой у другой не знаю какая у тебя лиса лоб к лбу прижми в этом положении лиса пробуйте спинку к спинке прижимай стырил в лесу спинку к спинке лоб к лбу что за поляночка то моей спиной находится поляночка двенадцати месяцев молодец а как вы теле-то лесные что ходите вы по тропинке нашей да загадывайте желаница сколько желаний то уже загадали два а сколько осталось одно одно последнее желаница вы загадайте здесь для себя любимого ну что все загадали отлично кто загадал по хлопоти в ладоши отлично отлично ну коль у костерка мы стоим расскажу я вам одну примет про него коль уголек из него выскочит вам на перчаточки для наварежки или на вашу шапочку поближе к новым будет так что кому шубка новая нужна подходим как можно будет молча идут, не здороваются здравствуйте здравствуйте а все уже все обиделся обиделся да рассмешите-ка меня вот тогда пройдя по всей тропе сказок загадав три желания мы попали на главную аллею которая в свою очередь ведет к терему деда мороза очень большая карта тут надо идти и целый день проходить по этой вотчине огромная территория сейчас я вижу что мест интересных много но мы пошли к деду морозу деда морозу Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Дерек Деда Мороза состоит из 12 комнат. В каждой комнате снеговички, помощницы зимнего волшебника, рассказывают о его круглоговичной работе, о его увлечении, о том, как он живет, что носит, где спит, кого принимает в гостях. Я очень хотела увидеть настоящего Деда Мороза. И после встречи с ним была так счастлива, что по терему бродила уже просто как во сне. Больше всего мне запомнилась комната с его нарядами и спальня, где стоит резная кровать с горой синеньких подушечек. В последней комнате собраны креативные елочки – подарки Деду Морозу от различных организаций. Дед Мороз – это главный человек, но он такой красивый. Наш веселый домик горит. Приехали! Доброе утро! Мы сегодня второй день в Великом Устике. Нас по городу решили покатать, показать здешние достопримечательности. Сейчас мы идем в храм православный великолученика Георгия Победоносца. Ее реставрировали совершенно недавно. Здорово, что вот это все восстанавливается сейчас. И такие вот маленькие интересные храмы становятся достопримечательностью. Смотри, барашек из снега. И вот, смотри. Колокольня. Класс, какие хорошие. И вот этот малыш, смотри, ползет к маме. Колокола, как здорово. Ой, как здорово сделали вообще. Ты посмотри, как вообще тоже все рукотворно, да? Как красиво. Снежная пещерка такая, вертеп. Ах, как здорово. Очень. Какие умельцы. Так, земляной мост. Вот мы въезжаем на земляной мост, Анечка сказала. Да, храм, конечно, такой прям белый такой. А, кстати, все белое здесь, да? Вот из храма все такие очень белые. Это река Сухана. Там она сливается с югом. Там же в том направлении находится старинный город Гледен. Как вариант либо город-предшественник, либо город, из которого сюда потом перешли чуть повыше по руслу первого устюжания. А вот то, что мы здесь видим, это городище. Мы с вами сегодня пойдем по набережной реки Суханы. И вернемся по Советскому проспекту. Сюда же на это же место, которое является одной из двух артерий. Советский проспект считается пешеходным. А следующая параллельная улица Красная. Вот по ней, собственно, мы в основном с вами ездили. Только что мы проехали по земляному мосту, который делил город в 90-е как раз на те самые две части. Авты, речники. Ну, по сути, действительно, это земляной вал, который разделяет два озера сейчас. И где мы стоим здесь в годы 90-е, когда здесь была, была болотистая местность. А сейчас все сделали как набережную. И, в принципе, сейчас, как они говорят, на северо-западе, это одна из самых длинных пешеходных набережных вдоль реки. Про ледоход, льдины выползают. Значит, начинается он тем, что здесь дают все там заводы. Все, кто может дать гудок, дают гудок. И в детстве мы выбегали. Школа останавливается, работа останавливается. Все идут на набережную. И ты видишь, как смотреть. А вид этот описать невозможно. Надо реально видеть. Это стихия, но при этом это мощь огромная. Это вот такие огромные глыбы льда идут по реке. И это все тихо шуршит. И с большой довольно-таки скоростью. Навскидку, мне кажется, километра три в час оно так... Ну, и шуршит, и потрясающе. А это взрывает? Раньше-то не взрывали. Из-за этого были заторы. А отсюда, соответственно, наводнение. Но как только динамит стал подешевле, стали, насколько я знаю, взрывать и спасать маленькие деревни от затопления. Здесь вот разрушенная церковь. Их в тридцатые годы просто взрывали на какие-то, опять же, не хватало взрывчатки. Их разбирали и просто... Или в них, соответственно, на какие-то учреждения делали. Вот мы будем чуть дальше идти. Увидим церковь, которая еще в мое детство была. Спортивная школа какие-то могли быть там. Не только музеи и архивы, но и какие-то совсем странные. Вот этот камень посидеть надо. Нет, это не сидеть. Это последний камень. Очень странно, что под фундаментом был такой камень. Это Шельниковский. Это тот, который Северную Черн... То ли создал, основал, то ли вот фишку эту придумывал. В общем, Шельниковский. У него были очки, имейте ввиду. Сейчас есть очки. А, как у Лемона все время снимают очки, да? В центральном парке. Что называется, здесь музей очень хороший, очень полный. Не знаю, насколько передали его сейчас в Лепарте. Сейчас мы глянем, как он сейчас называется. Очень много церквей стало называться как-то. В советские времена никак не называлось. Очень много людей приезжают на экскурсию в Великий Устюг. Вчера много автобусов мы наблюдали везде. И такого маленького города, конечно, это очень подспорье. У людей работа есть. Вторая гильда, а такой хороший дом. То есть, это как бы не очень, да? Уж прям... Фиг знает. Я не знаю, в какую сторону гильдей сюда. А вот камень, на котором сейчас связывается. А с этого камня можно смотреть, например, на прочих. Вот портал ее и загадывать желание. Говорят, Прокопье помогает почти во всех вопросах. А кроме неправедных. Вадик загадывает желание. На этом камне можно загадать желание. Сидя на нем и глядя на церковь через реку напротив. Вот туда. Ох, как колорит. Вот он, Великий Устюг. Простите, пожалуйста, а вы не могли бы сдвинуться на шапку? Что нужно, да? А то мне надо туда смотреть. Спасибо. Очень красиво. Вадик сидит на камне. Я попросила дяденьку, чтобы он сдвинулся с моего горизонта. Убрал свою шину? Нет, нет. Вот это. Он стоял ко мне на глазах. Ищи лошадки. Ищи лошадки. Мы сейчас зайдем в храм. А Аня любит там вот этот здесь. Очень красивый дом остался. Вот тут у меня были полный, высокий. Внимание. Проход через реку запрещен. Но мы тогда сейчас пойдем. Дойдем до серединки, чтобы сфотографироваться. Это тропа, которую специально делают. Летом здесь ходит теплоходик. Ходил, во всяком случае, как нам сказали. А сейчас все идут вот по этой тропе. Такие палочки стоят, чтобы не заблудиться, видимо. Подсветки-то нет ночью. Мы зашли на середину реки, чтобы снять эти все храмы на набережной. А вот и городская резиденция Деда Мороза. Сюда мы, конечно, уже не пойдем. В принципе, мы были в самом главном доме. Действительно, весь город пропитан ощущением Нового Года и сказки. Вот написано тоже Великий Устье, город, сказка. А там напротив написано Волшебство, круглый год. И это правда. Мы сейчас живем в домике, снимаем такой домик. И в нем круглый год наряжена елка, горят фонарики и вокруг дома, и внутри дома. И хозяйка сказала, что она назвала его «4 сезона». И всегда-всегда есть туристы. Она поэтому оставила его новогодним, таким сказочным. Единственное, она сказала, что провальный месяц – это сентябрь. Туристы уже съездили на море. Сюда еще ехать не готовы. Так что в сентябре, наверное, можно приехать, если совсем некуда. Наиболее спокойно. А вот обратите внимание, еще и театр Деда Мороза тут есть. Про этого не слышали. Вот смотрите, мы зашли сейчас вот в эту кулинарию. Мы зашли случайно или не случайно, не знаю, может быть, Анечка нас привела. Оказалось, что местные сюда все ходят. Здесь очень-очень вкусные все такие местные. Выпечка местная, шанги с картошкой, что-то еще. Такое прям все очаровательное. Вот прямо, да, надо заходить сюда, рекомендуем. Да, Вадик, скажи, рекомендуем сюда заходить? Да, и там очень вкусно. И очень такое место, куда все приходят. Мы и попробовали, нам понравилось. 19 рублей стоит эта штука? Нет, это 26. А с чем они еще там делают? С картошкой и с пшеном. Ой, с пшеном и с щеном. Но с картошкой очень вкусно. Просто фантастика какая-то. Вот невозможно удержаться. И пирожки вкусные. И еще есть пирожки, правда нам не досталось с ливером. Я хотел детство вспомнить. Ну попробовал с мясом, тоже вкусно. Ну вот наша поездка. Великий Устюг заканчивается. Дубль два. Великий Устюг. Мы сейчас едем в Вологду. В Вологду. В Вологду. Хороший город, один из городов, в который хочется возвращаться. Уезжаем из Устюга. Прекрасного города. Да, прекрасные впечатления остались. И даже есть ощущение, что хочется сюда вернуться. Какая красивая зимняя дорога. Мы едем уже обратно из Устюга в Вологду. По такому вот лесу. По Сухонскому тракту, насколько я понимаю. Вообще неожиданно для меня совершенно оказалось, что зимнее путешествие вот такое вот чудесное. Совершенно не страшное. Примета волокончины, лесовозы на тракте. Вот так развлекаются в праздничные дни жители Вологды. Где развлекаются? На реке Вологда. Нет. Где? В Вологде, где, где, где? В Вологде, где, где, где. В Вологде, где, где, где. Кстати, дом с резным полисадом, говорят, здесь лишь один есть. Держися. Вот это горки. Мы видим памятник монаху Герасиму. В руках у него икона Святой Троицы. И надпись «Лето 6655-го, что является 1147-м августом, 19-й день, прииде преподобный Герасим на Вологду на Великий лес, на средний посад Воскресения Христова». Это, собственно, церковь, это ленивые площадки, малого торжка. Когда пришел этот монах на Вологду, вот на это место, он основал здесь монастырь. Монастырь, который в последствии полностью был уничтожен. Называется он Троицы-Герасимовский монастырь. А уничтожен он был, как ни странно, не при советской власти, а в 1612-м году кем? Татарами. Поляками. Молодец. Правильно. Молодец, правильно. У нас много друзей поляков, поэтому я не говорю про них. А этот памятник сравнительно новый, который в 2019 году был построен и увековечил этого важного для Вологды человека, который, собственно, является и считается ее основателем. Какие красивые дома в Вологде. Такой цвет шикарный, забор такого цвета. Да, очень красиво, со вкусом очень, да. Мы испортили историческую часть города, да, этим сайдингом каким-нибудь белым. Дом нам нужен девять. Видимо, он все-таки упрошли. Девять прошли мы, наверное. Да, назад немножко. Он должен быть такой оранжевый. Дом, в котором мы подходим, это дом, построенный на рубеже 19-го и 20-го века. Стилевое направление модерн. Про него же сейчас говорили. Вот он, Резной, в полисах. Здесь, конечно, у хорошего экскурсовода должна звучать песня «Шлю я за пакетом пакет». В доме, где Резной. Дом жилой, поэтому поем тихо. На самом деле этот дом сюда перенесен в 1970 году. Этот дом построен был в другом месте изначально, в районе Заречья. Это дом, известный Вологжаном под названием «Дом Воробьева». Сегодня он жилой. Здесь проживают две семьи. Дом относится к постройке его к началу 20-го века. И стилевое направление модерн. Такие дома относятся к классическим вологодским домам, деревянным постройкам этого периода. Они строили сразу на 2-4 семьи. И здесь вы видите вынесенные балконы сразу на двух этажах. А слева, если вы обратите внимание, две двери. Одна дверь ведет на первый этаж, а вторая сразу на второй. Таким образом семьи, в общем, довольно-таки разделены. Ряжно, так все уютненько. И люди живут. Не знаю, конечно, что там внутри. Может быть, очень все сложно им жить в таком доме. Вот они, самые эти две двери. Звонок есть. Дом Заседских, которые оставили след в истории Вологды. Один из них был краеведом и даже издал одну из первых книг о Вологде. Варвара Заседская также очень известна. Она создала в Вологде кружевную паблику. Ух ты! Сегодня Рождество, все гуляют. Музыка везде. Праздник. Все города Золотого кольца, я так понимаю. А, нет. А, да нет. Нет. Тверь, Тотьма, Ивангород. Ну что, Валик, кофе? Да. Американу. Что-то я замерз. Мы еще не рассказывали, что мы вынуждены были бросить наши первые апартаменты, потому что там было ужасно. Я расскажу об этом отдельно. Еле переночевали. Грязно. Кровати плохие. В общем, беда. Ну, мы с утра связались с Букингом, сказали, что мы недовольны. Пришел хозяин, вернул нам деньги. И мы сейчас гуляем по Вологде, а потом, ну, заберем, вернее, приедем уже в новые апартаменты. Уже нам Букинг пообещал хорошее. И там заселимся. Вот такая неприятная ситуация иногда в путешествии происходит. Да. Ну, надо к этому относиться как к приключениям. Фотографии не соответствовали вот тому, что нам предоставили. Да, то, что нам обещали, то, что написано. Совсем другую квартиру. Хотя рейтинг стоял 9-0. Нам, конечно, очень неудобно перед друзьями все так получилось. Друзьями они же родственники. Родственники наши, да. У нас все наши родственники, они же друзья. Это да. И кузнецы, которые принимали участие в этом конкурсе, подарили Вологде эту скамейку. Называется она Посидим по окам. Класс! А годом позже на ней появилась гармошка и сборник стихов открытый. А вот посмотрите-ка вот этот самый памятник букве О. Всем известно, что в Вологде и Вологодской области люди окают. И вот она эта самая буковка. Ну что, поехали? Поехали или что? Сейчас сфотографируемся сначала. Фотографируемся? Вот это был переломный момент, когда Вологда почти могла стать столицей, но на самом деле не столицей. Владимиром. Значит Иван Грозный. Иван Грозный, да. Он хотел это сделать столицей северных опрычных земель. Приехал сюда и сказал, строим друзья Кремль. Да какой здоровый. Он в десятки раз превышал ту площадь, которую занимает сегодня. Высотой он почти 60 метров. А построен был и дерево, и сравнительно быстро. Главный собор за два года. Буза поэта батюшкова. Ей нужно потереть ножку. Она уже вся отполированная. Я ближнего люблю, но ты природа мать, для сердца ты всего дороже. С тобой, владычица, привык я забывать... Будучи в Вологде, пусть даже один день, невозможно не зайти в музей кружева. Тем более, что он так удобно расположен на Кремлевской площади, в здании бывшего госбанка, которое само по себе является архитектурным памятником 18 века. В Россию искусство кружевоплетения попало из Европы в 16-17 веках. Очень быстро оно распространилось по всем уголкам страны. Кружевом украшали не только изысканные наряды знати, но и народный костюм. Полагают, что русское слово «кружево» происходит от глагола «окружать», так как изначально кружевом украшали края платья. Смотрите, какой огромный размер. Тут какая-то советская эпоха, да? Смотри, здесь герб даже, все вышито. Амазолей, цветные венитки. Когда было крепостное право, девушкам, которые научились делать такие кружева, им было запрещено выходить замуж. И они приняли до старости, потом передавали свой опыт уже другим девушкам. И до тех пор это все происходило, пока не закончилось крепостное право, и тогда уже была свобода. И Калинин, Сталин, и Гуденный, наверное. А, Ворошилов. А это Толстой, наверное, да, идет с палочкой? Будем так думать. В этот музей, конечно, надо приезжать, потому что здесь так много красивого кружева, огромного. Вот эта скатерть, посмотрите, называется «Угощай рябиной». Здесь даже красненькие вкрапления есть. Конечно, это все очень сложно передать на камеру. А тем более эмоциональные ощущения вот от всего этого. Скажите, а вы долго учились? Ну, как бы учат у нас сейчас в колледже два года. А так вот основные элементы, в принципе, основные элементы можно научить, научиться за месяц, а потом скорость и качество это только с годами. Мастерство уже, когда обретают. С годами нужно отрабатывать, ручка, чтобы работала. Но это не каждому дано. Нужно какое-то художественное чутье. То есть не каждая девочка, которая поступила в колледж, да, может выучиться. Нет, выучат-то каждый. Но смотря как кому-то дано, как по жизни дано. Как художник. Это рисунок. Да, это дело от художник. Рисует, разрабатывает. Он уже знает всю технологию. По технологии. Вот это еще ручная работа. А так сейчас есть и программа, в которой работают художники. Ну, сначала может показаться, что непонятно. А когда вот вникнешь, это очень просто. Весь рисунок, то есть мы заполнили весь рисунок. У нас должно быть все на булавочке, чтобы он держался. А потом мы снимаем. Вот я вытащила, показать. Он такой немножко жестковатый получается. Видите, форму держит. Ну, спасибо вам за такой интересный рассказ. И всего хорошего вам успеха. А вот он, музей Вологодского кружева. Обязательно, обязательно сюда приходите. А вот и знаменитая, наша любимая. Вологодское масло. Что здесь, здесь завод? Ничего здесь, пойдем дальше. Масло Вологодское. Мы идем в Кремль. Вот мы наконец зашли на территорию Вологодского Кремля. Ой, колоколья. Издалека ее не видно. Темно сейчас. Ночь. Такой небольшой. У меня вот небольшая территория. Ага. Казалось, что должно быть более обширно. Елка здесь стоит. Такой вот архитектурный ансамбль. Весь краткий. Сегодня мы выехали из Вологды и приехали в такую вот деревню Семенково. Здесь собраны разные архитектурные объекты. Дома, церкви. Мы недавно были в таком же точно месте, только в Тверской области, возле Торжка. Вот Семенково. Вот карта. Архитектурно-этнографический музей это правильно называется. Покажи билетик. Хорошо. Триста рубликов. Замешательно. Пусть проходит. Все, что на территории здесь расположено, можно смотреть по определенному маршруту, на котором нас ждут. Емеля, Баба Яга, Кикимора для того, чтобы мы тут не замерзли. Разные активности специально устроены. Участвуйте и будет вам тепло. Красотища какая. Не холодно ему холодную воду пить? Музыка. Давай, 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 тянем, тянем. Молодец. Убратительный. Так, моя, вот я на середине. Разбирам половину. Что? По дороге растянулись! По дороге растянулись! Семь человек надо через меня перетянуть! Поехали! Внимание! Поехали! Классно, да, вообще? Такое прям русское раздолье! Мне очень нравится! Северное игрище! Русский север! Он играет, да, хорошо вообще? Громанистый какой! Руки голые у него, ему холодно-то! Ужас! Замерзла Света! Ну, у меня руки замерзли, смотри! Минус 12, между прочим! Ну, наверное, вот эта деревня зимой как раз таки и надо смотреть! Рождество! Какие красивые вы! У вас тоже с Рождеством, с праздником! Рождество! Ну, вообще, конечно, мы сделали предположение, почему здесь люди говорят на ООО и экономят вот это открытие рта! Потому-то холодно очень, мороз открывать-то! Говоришь, заговариваешься, правда, говоришь совершенно невнятно! Такой здесь мороз дает такой эффект! К сожалению, из-за коронавируса нас не пустили внутрь домов, оборудованных старинными предметами быта! Но мы с удовольствием погуляли по территории и взяли себе на заметочку это место! Это Купсату звали этого? Нет, я не знаю! Купсату как звали этого? Василий, Василий! А, вот там написано, да! Да, да! Дом Василия, самый такой расписной! Красиво-красиво! Вообще, очень здорово здесь! Как все подготовлено! И в большие пространства ходить очень удобно! Дорожки выметены! Какая-то атмосфера такая дружелюбная! Просто, может быть, сейчас, конечно, Рождество, праздники вот такие! А может быть, здесь всегда так! Люди прям так отыгрывают все свои роли здесь очень! Даже просто идут по дорожке и тебя приветствуют вот в таком вот русском стиле! И только послушайте, как скрипит снег! Наверное, не слышно, но это удивительное чувство вот этого белого, чистого, хрустящего снега! Как крахмал! Что у Вас вкусного? У нас белочки, 2-3, чай горячий, попкорн, шашлычок, кашка, греческая, мясо! Ага, сейчас выберем, значит! Какая рыба! Самое классное, это, конечно, тепло! А, ну, это я не знаю, кто сюда! После этого идут сюда! Сейчас же тоже будет так же! Ага! Оку неплохой тоже! Он тоже мясистый, сочный! Как называется? Ну, лучше всего терпок! Да, терпок, да! Для копчения, это вкусно, карту! Да, он не вкусно! Ну, что, вкусно? Да! На морозе, уха! Ну, прям такая кипящая, аж не остывает вообще! Горячая? Ага, прям горячая-горячая! А я вообще эту хуйню не люблю, и нигде никогда не ем! Но здесь решила, что почему бы не попробовать! Да, для пицца крема было бы вообще и было чудесно! Ну, еще захотел блинов, да? Вадик, еще и блинов захотел отведать? Ух ты! Какая красотища! У нас еще и блины будут! Пошли! Длины есть! Ну, что же, дорогие друзья! Мы замерзшие! Закончились наши несколько чудесных дней на севере России! Нам очень повезло из погоды и вообще со всеми обстоятельствами! Замечательное зимнее путешествие! Зимой путешествовать не страшно! Смотрите нас! Мы надеемся, что наше путешествие будет интересно вам и познавательно! Может, мы поднимем ваше настроение! Было бы здорово! Подписывайтесь на нас! С вами Света Вадик! До новых встреч! До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok